супер защита для миниатюр на примере виньетки амазонки данная работа содержит картинки категории 18 плюс поэтому лиц не достигших этого возраста прошу отключить видео легенды об амазонках водоражили сознание людей тысячи лет греки изображали их в экипировке похоже на скифскую или греческую вы видите изображение амазонок в греческом искусстве 7 4 веков до н.э. зачастую они обнажены внешний вид амазонок изображается то в восточном стиле то в греческом римляне переняли эстафету от греков и во времена расцвета империи они использовали для развлечения толпы гладиаторов и мазонок их можно видеть на карнакском рельефе бои могли выглядеть так это реконструкция канала биосад history фильм женщины-гладиаторы реконструкция древних воинниц выполнена на высоком историческом уровне реальность существования амазонок подтверждает современная историческая наука найдены захоронения женщин с оружием так погребали только воин у них были следы на костях оставленные оружием врагов то есть у них не просто оружие в могиле но и следы того что они принимали участие непосредственно в битвах женщины продолжали воевать и после скифов так у сарматов резана оксов печенегов половцев и других кочевых народов евразии женщины часто сражались наравне с мужчинами вы смотрите реконструкцию для фильма канала биосад history скифы женщина-воительница социальный статус женщин в степи был выше чем у греков и римлян женщины считались равноправными членами общества они родильно воспитательными машинами без права голоса как в греко-римском мире теперь перейдем к моей работе для создания винетки я приобрел две фигурки амазонок они в греческом стиле вооружение седьмых пятых веков до нашей эры это пластиковая модель отлита хорошо немного по работал шкуркой нулевкой горка состояла из разных деталей шлем с кистью правой руки предплечье правой руки левая рука со щитом и остальная часть фигуры предплечье я потерял и пришлось его делать из милипута левое плечо прикрепил к плечевому суставу при помощи клея стык заделан милипутом из милипута так же сделаны волосы пробивающиеся из-под шлема то какая-то лысая голова получалась рукоятки меча не пролилась цепочка то есть был брак литья я сделал ее из нитки и аккуратно приклеил в правой ноге просверлил отверстие и вставил проволоку от скрепки при помощь нее буду удержать фигурку при покраске а также буду монтировать ее из милипута вторая фигурка отлита в металле качество отличное единственное чего не хватает это оружие я решил сделать копьем взял пенгальский огонь очистил проволоку от горючей смеси из милипута сделал наконечник накрашивал модели красками ревел мат тело расписал маслом немного поговорим о том как сделать виньетку сюжет будет простой две девушки стоят напротив друг друга и ведут беседу нужно основание куда крепить модели отлично подходит для этого банка для сыпучих продуктов с вакуумной крышкой крышка будет основанием для моей работы фигуры будем крепить на клей холодную сварку алмаз им нужно будет заполнить крышку а потом сверху закрепить модели чтобы засохшая смесь не выпала из крышки сделаем армирование прожигаем выжигателем по дереву два отверстия вставляем проволоку берем алмаз это двухкомпонентная смесь перед употреблением ее нужно размять руками заполняем первый слой вымазываем низ крышки для придания веса и устойчивости виньетки а также для экономии холодной сварки я вставляю камни в конструкцию проверяем как должны стоять модели в колбе смотрим чтобы под фигурками не оказались слишком большие камни иначе трудно будет или невозможно даже крепить модели с подставкой или нельзя будет вставить штырь на котором держится одна из амазонок при работе забыл про копье и его пришлось монтировать чуть позже что создало ряд неудобств кладем новый слой холодной сварки пока он не застыл быстро монтируем фигурки подставка должна быть утоплена в сварке и ее еще дополнительно нужно частично перекрыть ею сверху работая с двухкомпонентной смесью мочите руки и инструменты в воде иначе все будет липнуть и работать будет крайне сложно инструмент сделан из зубочистки можно ее заточить под лопаточку или использовать в неизменном виде также для красоты монтирую камень он делает местность виньетки более интересной модели закреплены теперь ждем застывания смеси застыла переходим к имитации земли для этого можно использовать землю просеянную на мелком сите и клей ПВА тщательно замешиваем и наносим на поверхность виньетки слой 3-5 миллиметров аккуратно размазываем смесь особенно в местах крепления ног чтобы не запачкать ступни готово сверху по незастывшей смеси посыпаю мелко нарезанным мхом он имитирует молодую траву оставляем сохнуть на следующий день берусь за работу снова теперь монтирую в виньетку траву делаю ее из разных видов мха клею на тот же клей ПВА виньетка готова теперь поговорим о защитной колбе банка сделана из прозрачного пластика через который отлично видно модель чтобы накрыть колбы крышку нужно чтобы выдавливаемый при закрытии воздух выходил из нее раньше для этого было сделано отверстие в крышке но я залепил его холодной сваркой делаем выжигателем по дереву отверстие в колбе я обычно делаю сверху расплавленный пластик потом аккуратно удаляю ножом дырочка нужна маленькая иначе если будете брать за колбу готовую виньетку дно может отвалиться из-за сильного притока воздуха в колбу мы получили супер защиту для модели защищенную таким образом модель можно демонстрировать людям не боясь что особо одаренные в кавычках будут тыкать в нее пальцем или скрести ногтем задавая глупые вопросы типа а она чё окрашена? или выдергивает траву а из чего она сделана? с таким я уже сталкивался в жизни для моделиста это очень неприятно особенно когда зрители наносят непоправимый урон модели а тут все закрыто плюс также что не попадает вездесущая пыль которая может за несколько лет просто убить окрашенную модель так что я вам рекомендую делать такие колбы если не найдете эти колбы в супермаркетах то попробуйте через интернет моя работа из категории 18 плюс в ней нет пошлости и порнографии смотреть такие работы можно по моему мнению лет в 13 или 14 без вреда для юношеской психики наоборот красивая эротика прививает любовь к красоте женского тела и в целом трепетное отношение к женщине но законы запрещают это транслировать для подростков поэтому отметку в начале фильма я поставил теперь опишу модели в обнаженной амазонке на щите аргиевского типа изображена так называемая виргинская звезда шлем коринского типа приподнят чтобы открыть лицо так шлем носили до непосредственного боя в бою его опускали вниз чтобы защитить лицо меч копис находился в ножнах висящих через правое плечо на кожаном ремне на ногах бронзовые поножи они крепились к ноге без ремней понож просто сгибался по ноге вторая фигурка щит аргивский с рисунком пчелы поножи с ремнями для крепления копьё гоплицкое полу кераса закрывает грудь но оставляет незащищённой спиной защита правой руки имитирует защиту римских гладиаторов удалять её я не стал удалять её я не стал вот такая получилась работа надеюсь вам было полезно и интересно смотреть это видео понравилось видео тогда поддержи автора перечисли любую сумму от 100 рублей на его счёт реквизиты указаны в описании к видео чем больше ваша поддержка тем больше видео появится на этом канале заранее благодарен жми сюда и смотри интересные видео не забудь поставить лайк подписаться на канал и